ответы на васту вопросы привет с вами канал артвасту и сегодня как всегда отвечу на ваши вопросы давайте посмотрим теперь мы вопросы оставляем под последним видео с ответами то есть я вот отвечаю вам и под этим же видео вы оставляете свои вопросы чтобы ничего не искать давайте смотреть добрый день посмотрите пожалуйста правильно ли у меня карта так с этой карты смотрите сектора нарисованы не параллельно стенам а мы по тому способу что я вам на youtube канале объяснила по моему видео мы строим вот так параллельно стенам вот так и север у нас будет либо в центральном секторе либо в угловом в зависимости от того как нужно это повернуть какой угол поворота так я тут ирине уже отвечала помогал эту карту нарисовать еще сам покажу правильный правильный вариант какой в итоге получился вдруг у кого-то такой же вопрос вот я нарисовал новую сетку поверх вот параллельно стенам и мы выяснили как у нее дом развернут у нее север оказался вот здесь в углу этот вопрос мы решили дальше где лучше повесить гамак на северо-юге брахмастане или юго-западе но смотрите про гамак это про участок наверно в принципе гамак это легкая тканевая подвесная конструкция она сильно не весит сильно быстро не мотыляется как как анти вертушка или карусели поэтому разницы в принципе нет если бы вы в маленькой квартирке пытались поставить качели или гамак большую тяжелую конструкцию такую сварную где было бы много металла много веса то тогда мы бы уже искали подбирали сектор но формате участка маленький легкий гамак вообще не имеет значения где вы повесите где вам удобнее там и повести так дальше подскажите пожалуйста что сделать как откорректировать лучше вот в этой квартире с такими срезами так давайте смотреть ну жалко что не построили карту по моему уроку потому что когда напомню когда вы строите вы пересматриваете мое видео один а то и два и три раза чтобы правильно построить соответственно я более уверена что вы правильно разместили угол поворота правильно нашли правильно поделили и меньше рисков а когда вы строите через конструктор вы можете ошибиться не так повернуть не так придать этому значение а потом на основании этой карты вы делаете выводы и делаете коррекция потом оказывается что вы на какой-то момент не обратили внимание из-за этого ваша карта сделан неверно поэтому в своем видео рассказываю на что обратить внимание чтобы все получилось хорошо все моменты соответственно вы внимание обращаете я потом спокойно что вы все построили правильно окей ладно будем надеяться что все хорошо значит у нас срез на северо-востоке-востоке и срез на юго-востоке срез на северо-востоке если бы здесь была например лестница в подъезде или было бы улица было бы отлично но здесь соседи я уточнила поэтому мы этот срез корректируем как проблемный северо-восток вообще хочу сказать много приходит очень много приходит вопросов когда говорят люди вот у меня там на северо-востоке там стена шкаф тяжелый что мне делать вы поймите что коррекции одни и те же для всего просто самые серьезные коррекции самые серьезные мы назначаем когда у нас санузел или окно не в том секторе или что у нас еще двери не в том секторе то есть или тяжелая загрузка где не должно быть но тяжелую загрузку же не так сильно как санузел и двери окна не в тех местах балкон и лоджи террасы но все эти же самые коррекции можно использовать то есть если у вас например на севере глухая стена плюс стоит шкаф с вещами конечно в первую очередь я буду рекомендовать разобрать шкаф если вы не можете полностью вы переставить хотя бы разобрать его вы вынести вещи которые не нужны я кстати сейчас тоже продолжаю заниматься в схламлением вот у меня буквально вчера позавчера как раз закончились праздники на авито купили три предмета я сегодня все упаковала муж всем все на почту отнесет три предметы которые меня занимают вещи вот место место занимает они уйдут отлично ура ура то есть сначала я буду рекомендовать чтобы вы разобрали в этом шкафу чтобы там не было ненужных вещей благодаря этому появится пустоты потом я буду рекомендовать этот шкаф сделать его как-то меньше легче белым прозрачным стеклянным на ножках с возможно со временем то есть мы по чуть-чуть делаем если вы не можете сразу вы делаете по чуть-чуть потом дальнейшем скорее всего вообще сможете вы перенести и туда купить какой-то легкий комод который будет занимать меньше чем этот шкаф меньше чем в три раза вот но также помимо того что мы все это разбираем и пытаемся все таки оттуда мебель убрать также мы можем заложить туда жемчуг и серебро коррекции этого сектора на востоке соответственно это будут кораллы и медь вот просто я не рекомендую если у вас там стена глухая стена шкаф еще там комод стол компьютер куча пыли вы туда складываете всякие ненужности которых там 50 лет уже лежат еще там ваших родителей бабушка дедушек я не рекомендую туда просто положить корректоры а потому что работать будет не очень хорошо потому что вас то это для осознанности это для движения вперед это наука развития они деградации и если мы не готовы в своем собственном доме решение принять за свои собственные вещи хозяева этих вещей возможно уже не в этом мире находится и уже на вас лежит ответственность принять решение за эти предметы если вы как бы это не можете то никакая коррекция вам не поможет потому что вы не будет эффекта во первых вы не дойдете не купите то что вам нужно потому что у вас нет притока у вас тупо на это нет финансов то есть чтобы положить жемчуг нужно потратить приличную сумму денег чтобы положить кораллы иметь поменьше но тоже нужно денег они к вам просто не придут на эту задачу потому что закрыт приток и соответственно мы вы мыслить здраво не можете адекватно притягивать деньги изобилие в свою жизнь потому что приток закрывается все возможности которых по притоку приходят они нам перекрываются поэтому расхламление всегда рекомендую обязательно вы в этот момент берете ответственность за свою жизнь и звучит это как бытовуха вещи барахло выкинуть там решение принять но на самом деле это масштабные серьезные вещи в этим моментом запускаете энергию в доме крутится по новому свежему по классному и когда вы это делаете даже вот он пусть у вас шкаф этот останется просто вы в нем разберете что-то вынесите что-то продадите две там три полочки освободилась и за счет этого что вы приняли решение что это вам не нужно а это вам нужно а вот это я туда там а это я туда там пожертву а это я продам и там деньги не знаю на боготворительность или себе что-то хорошее куплю потому что именно это мне нужно мне нужно на это деньги а вот этот барахло мне не нужно еще место занимает и вот вы принимаете ответ ответственность за свою жизнь свои решения берете все на себя и тут у вас начинает все двигаться и вот после этого можно купить не можете там жемчуга купите 250 грамм и 35 серебра окей купите жемчуга 100 грамм купите сколько-то найдите там сережки у себя старые ненужные у знакомых почистите все это просто серебро без камней заложите чуть-чуть через какое-то время еще заложить то есть я к чему чтобы не было в секторе его можно корректировать теми артефактами которые я назначаю для других дефектов этого сектора то есть нет противоречий в принципе на севере и северо-востоке жемчуг серебро в принципе на востоке медь и кораллы красные в принципе на юго-востоке у нас медь и желтые сапфиры на юге юго-западе и западе у нас волны металлы железо вот на северо-западе у нас бронза но не очень тяжело и как бы вот брахмастан у нас рубины если там серьезный объект типа туалета мы его обходим рубиновым жерелем как бы и вы можете микс но миксовать нет зачем я такое сказал поэтому спокойно используйте если у вас гараж примыкает с севера и блокирует вам весь приток в дом то вы соответственно в секторах которые в доме север-север-восток закладывайте корректор севера северо-востока с сектора северо-запада вы закладываете корректор северо-запада если надо может быть и не нужно так отвлеклась я отвлеклась короче возвращаемся к нашему вопросу северо-восток у нас стена и соседи соответственно мы сюда вдоль стены упихиваем корректор северо-востока жемчуг серебро здесь у нас срез на востоке пол востока нет он у соседей соседи это загрузка соответственно значит мы упихиваем вот отсюда кораллы и медь вот здесь юго-восток сапфиры сюда нельзя потому что это сектор востока он может быть здесь не юго-востоком этот кусочек который у нас существует в нашей квартире он может быть как на юго-востоке так и на востоке и мы точно не знаем где он находится поэтому но на востоке юго-востоке в обоих секторах можно медь поэтому вы сюда спокойно можете положить медь если он приходится на восток это хорошо если он приходится на юго-восток это тоже хорошо и еще было видео про спирали у меня я там медные спирали не показывал но есть медные треугольные спирали вы можете их положить вот сюда вдоль стены если конечно вы можете спрятаться покрытие пола в мебель на пол но работает хуже но я слышала что даже с положить на пол а сверху чем-то прикрыть какой-то мебелью или ковриком девочки говорят все равно работает не знаю я так не проверяла вот все равно ну как как медь они все равно работают если стоит какая-то мебель ну здесь ничего не может стоять потому что здесь вход скорее всего здесь какая-то открытая прихожая но если там какая-то обувница но вниз в нее в принципе можно положить но вы также туда и просто медь можете положить в общем смотрите медь в любом виде вот здесь будет хорошо здесь соответственно нужно положить какое-то утяжеление по югу но опять же мы не знаем где заканчивается четко юго-восток и где четко начинается юг в юго-восток мы железом не утяжеляем то есть соответственно вот сюда вдоль стены так как медь можно в любом секторе оттока она благоприятный металл а и в любом секторе оттока ее можно ее можно в любом случае вот здесь положить медь вот и вот эти сектора понятное дело мы утяжеляем по формуле как обычно вот так с этим мы закончили что-то я разглагольствуюсь немного так это мы все про ту карту болтаем является ли недостатком газовый котел на востоке и на западе так но смотрите газовый котел это большая железная коробка там внутри есть огонь что хорошо для востока и для юго-востока тоже но для востока она является загрузкой загрузка является эта большая коробка на западе на западе ну на западе там движение воздуха воздух с огнем не очень но зато там загрузка хорошо сложный вопрос вот эти противоречивые вопросы на самом деле это не так важно вы самое главное проверьте у себя в жилище в доме утяжелен или сектора оттока заклеены ли все точные окна скорректирована ли у вас входная дверь если она в секторах оттока если туалет в секторе притока скорректирован для туалет ох у меня сегодня будет не видела сплошные лирические отступления давайте меня часто спрашивают вот у меня тут холодильник стоит на юго-западе или там на юго-востоке или у меня тут вот стиральная машина там вот там вот стоит или у меня там унитаз на оси северо-запад оси на оси северо-запада понимаете мы не смотрим в каком конкретном месте стоит унитаз мы корректируем весь туалет снаружи поэтому как у вас там внутри туалет распределены раковины стиралки унитаза все дела нам неважно вот но весь туалет мы корректируем снаружи но важно понимать что у нас есть грязные загрязнения это канализация то есть вред не только от унитаза вред этот это меня на самом деле бомбит мы вчера с подружкой просто тоже ржали над очередным вопросом потому что ох уж эти у меня туалет унитаз там расположен в такой-то унитаз не только загрязнение ну что вы смыли все если вы держите унитаз в чистоте все ушел в канализационную трубу это в канализационной трубе извините какашки всех соседей которые мимо вас проходят они там проходят помимо вашей воли вы не можете в канализационной трубе внутри помыть помыть то есть там у вас вот сколько лет какашки в этой трубе проходит столько там грязи образуется и это да даже не ваши какашки не из вашего дома это чужие абсолютно и понимаете это загрязнение то же самое у нас образуется в трубах внутри который вот идет от слив есть под раковиной там значит сифон где накапливается тоже говнище мы вот сейчас праздники вызывали у нас в души стала вода не очень хорошо уходить вызывали значит сантехника вот значит все это убрал выгреб оттуда мне целое ведро волос значит со всяким говнищем жесть конечно полтора года всего а столько там накопилось при том что мы сверху все вынимаем из этого волоса улавливатель все это как в общем но она там копится все равно и плюс она копится там в начале трубы вот куда вот она все отходит то есть все равно это грязь это загрязнение и если это у вас в секторах притока эти санузлы то они вам там сильно на энергетику влияет на энергию и даже если они снаружи а вы их обошли корректорами которые мы с вами изучаем на моем канале все равно влияние есть просто корректор они его уменьшают и поэтому будьте внимательны то есть часто прочищаете вот эти вот раскручивайте сами не умеете вызывайте у меня в геленджике я ну пару раз в год наверное я мастера вызываю мне вот эти вот все то есть сколько раковин в квартире 3 3 раковина чтобы он пришел ну в душе я сама приноровилась метам понятие на алгоритм вот а здесь непонятно ты раскрутишь друг потом будет протекать я приглашаю плюс там что-то в фильтрах может быть поменять и вот он за раз мне делает он мне говорит вообще на обслуживание кроме вас год мне никто не вызывает то есть я как людям сделал ягод не знаю может они вообще никогда ничего не делать может у них там мужья умеют в общем ягод не знаю на год на парит обслуживание я делаю только у вас квартире но я регулярно за этим слежу чтобы там вот это говнище не скапливалось это важно и трубы они же повреждают со временем то есть вы там через пять лет мастер вызовите он начнет это разбирать у него как все рассыпется ему придется конструкцию делать за ну короче я вас призываю да мы не можем в канализационной трубе прибраться но вот эти вот сливы под раковиной мы можем хотя бы раз в год там вызвать мастер чтобы он нам все сделал как профилактика скажем так вот и то что самое главное у нас самое главное и сегодня будет много трендежа самое страшное это загрязнение с которым мы и боремся ожерельем вокруг санузлов но загрязнение в секторах оттока запад юго-запад юг юго-запад запад в этих секторах грязь это как бы поглощается элементом который там находится она не так критично и поэтому мы эти сектора санузлы там не корректируем и какие-то грязные предметы типа постирочный там еще чего-то мы их не корректируем специально потому что там это не проблема а вот в секторах притока мы должны это все корректировать и вокруг это ожерелье повторюсь санузла она блокирует все загрязнения которые внутри санузла у нас расположены вот чтобы там у вас не стояла на оси стиралка унитаз не на оси и душевая не душевая но я вам рекомендую регулярно заниматься очищением всех грязных злачных мест которые у вас есть квартире даже которые вы не видите вот эти вот трупы все дела так что-то я отвлеклась а холодильник холодильник является утяжелением в любом секторе в секторах оттока или в пограничных секторах юго-восток северо-запад это допустимо потому что это сектора такие не самые а вот в притоке север-северо-восток-восток и брахмастан холодильник является серьезной проблемой как и любой крупный серьезный предмет такой как шкаф комод и тем более загружены вещами большая массивная кровать до пола с подъемным механизмом в которой вы еще храните половину гардероба и все такое то есть любой предмет это загрузка и он там не хорош и не так важно в этом предмете вода если это стиральная машина вот или это газовый котел тяжелый висит в нем типа огонь но все равно загрузка я вас призываю больше к этим предметам относиться как к загрузке это больше всего будет влиять поэтому если у вас есть возможность перенести все тяжелые предметы все большие из притока в отток перенесите если возможности никакой нет то для этого сектора который загружен каким-то такими предметами используйте больше корректоров этого сектора чтобы эти предмет этот предмет эту загрузку нейтрализовать как бы сделать полегче нашими корректорами ладно не отвлеклась так про газовый котел короче я уже сказала что неважно смотрите просто загрузкой не загрузка и не забывайте пожалуйста все игнорируют я просто в шоке такие дешевые и мощные инструменты вы все уперлись жемчуг и серебро мне все говорят дорого-дорого да блин зеркала и гирлянда стоит копейки копейки реально стоит можно даже на авито взять зеркало вы можете его помыть я не говорю брать зеркала времен ссср нас люди семья молодая купили зеркало год назад потом они переехали и моего неудобно вести потому что они его точно разобьют они продают вы его покупаете лицевую сторону моете солью потом просто несколько раз протираете и ставите вокруг него свечи все вы его почистили да если у вас есть заморочки у кей езжайте какие-то недорогие магазин покупать недорогие зеркала и будет вам счастье новые недорогие зеркала и гирлянды и светильники с белым светом это все прекрасный корректор секторов притока почему почему вы их игнорируете они классно работают попробуйте не обязательно заморачиваться на дорогих вещах я про дешевые вещи тоже рассказываю но никто не обращать внимание просто в шоке люди я в шоке гирлянда стоит но я блин не знаю моя дорогая у меня это штора гирлянда штора она стоила к 1000 наверное может чуть поменьше вот обычная гирлянда стоит по рублей 300 может быть 500 вот эти вот светильники которые ночью горят в темноте когда приходит день они сами выключаются и втыкаешь в розетку они там мотыляются стоят себе и горят такие светильники тоже стоит недорого и во всех секторах притока есть там есть какие-то розетки можно туда на втыкать и пусть они горят пусть они горят когда темно не надо ими заморачиваться день пришел они выключились неважно но ночью то они горят то есть они все равно вам дают эффект да сень будет очень длинное видео очень важно скорректировать главные недостатки не только загрязнение у нас является сильным недостатком в секторах притока у нас очень сильными недостатками является отсутствие зеркал и окон и дверей в секторах притока и присутствие окон и дверей в секторах оттока и балконы лоджии террасы в секторах оттока и нарушение формы в секторах оттока как расширение и срезы срезы и расширение в притоке ну там 50 50 надо смотреть бывает что это неплохо но в оттоке срезы расширения это всегда плохо нарушение формы также треугольные формы которые образуют ваша квартира очень плохие и в притоке и в оттоке и соответственно что нужно делать вы можете прийти сказать даша что вот здесь что вот здесь мне делать но по сути вы берете коррекции этого сектора который я вам уже все рассказывал про все сектора и просто их себе назначаете чем больше у вас проблем в данном секторе тем больше вы себе назначаете чем меньше у вас проблем соответственно вы назначаете немножко вот но в принципе все базовые уже моменты я вам рассказала на своем youtube канале не так много видео на самом деле получилось не думайте что там есть какая-то супер-пупер крутая секретная коррекция да есть коррекции на тонком плане называется это дело все но вы поймите они не действуют так сильно в нашем физическом мире как действует утяжеление весом секторов оттока и облегчение секторов притока теми средствами что я рассказываю на своем канале эти все коррекции они действуют по-другому вы должны их регулярно выполнять это на тонком плане это они могут идти в плюс к тому что мы с вами уже изучили но вы не можете проигнорировать те коррекции про которые я здесь рассказываю и просто поставить какую-нибудь ароматическую штучку там где-то и надеяться что она вам скорректирует ваши 55 недостатков в секторах оттока нифига она вам не скорректирует или какой супер-пупер спираль или лингом купить в сектора оттока один и положить его там у него вес там не знаю 400 грамм вам туда надо 100 килограмм в один сектор а вы туда ставите просто сакральненькую форму миленькую красивенькую весом в 300 грамм да она конечно какой-то эффект вам даст но если там не скорректирована весом то фигня вопрос это все и а стоит это все очень дорого то есть вы много денег потратите а эффекты почти не получите и будете мне потом говорить дальше я же лингом дорогущий купила тут за 15 тысяч спираль еще там ля-ля-ля-ля-ля и вот у меня нихера не работает у меня денег как не было так и нет еще меньше стало на 15 тысяч конечно потому что эти 15 тысяч вы могли утяжелить весь свой отток и вот тогда бы у вас стала бы стабильность и деньги мы начали приходить и когда вы уже вот эти все базовые коррекции сделайте по которой я вам вещаю на своем youtube канале записываю видео стараюсь когда вы вот эти базовые коррекции сделайте вот тогда вы можете приходить переходить ко всяким экзорсисом понимаете там вот эти вот линга мы там а какая там супер спираль как они бы там и умная для там сектора там север что-то такое вот какие там подвесные мешочки с чем-нибудь в сектор венеры типа вот это вот все только потом сначала база и тяжелый хардкор то есть вы должны сделать базовые серьезные коррекции если вы ко мне приходите на платную консультацию и думаете что я вам на платной консультации дам какие-то новые коррекции какие-то другие инструменты о которых я на ютуб канале не говорю да я могу назначить если вы готовы это все замуровать в стену или в пол то есть если у вас такой этап и я буду знать что вы это как бы сейчас имеете возможность это все туда заложить я назначу но опять же они работать будут примерно так же как те утяжеление базовый который я уже вам назначил и уже на своем youtube канале осветила то есть разницы сильно не будет и хотела еще сказать про металлы у каждого сектора есть металл я в каком-то видео рассказывал об этом каждого сектора оттока если вы хотите большие результаты как бы побыстрее вы можете во всех сектор 3 секторах оттока запад юго-запад юг положить железо или самый дешевый вариант чугун вы можете это там положить но если вы в каждый сектор положите металл именно этого сектора то есть на запад вы положите бронзу пусть немножко пусть килограмм 35 сколько вы сможете купить на юго-запад соответственно положите свинец на юг вы положите железо а на юго-восток соответственно положите медь остальное до нужного веса для форма вы доложите и или железом в этих трех секторах оттока запад юго-запад юг чугуном там или волонами или на юго-востоке вы доложите волонами еще покрасить и в золотой цвет то у вас как бы сильнее и качественнее и лучше будет коррекция то есть лучше будет и но опять же денег нет кладем просто волны деньги чуть появляются покупаем немножко металлов и по формуле докладываем это самой первой базовой коррекции вы не корректируйте приточные сектора жемчугом и серебром пока отток не сделан вы все равно делаете коррекции оттока это как азбука и я в каждой своей платной консультации буду тоже самое триндеть вы поймите ничего не изменится то есть что вы ко мне придете это не знать что вам не придется таскать железо вам все равно придется но это дает плюшки и выводит вас на новый уровень жизни вы поймите что мы не просто так таскаем всякую фигню в себе в дом и раскладываем и удивляем людей у меня появились плиты из металла в трех размерах они хорошо засовываются в стяжку они хорошо ложатся в мебель под каждой мебелью есть как правило цоколь пустота где и туда можно положить эти плиты пишите кому интересно я вам скину цены доставка по россии все дела без проблем и из свинца тоже брусочки разного размера можем сделать так что это пишите самые базовые корректоры которые по адекватной цене не по каким-то супер деньгам я стараюсь для вас организовать так официальные вопросы закончились но мне опять в директы кидали я в шоке ну зачем вы мне кидаете во первых я не могу там ответить не могу там ответить а вот например пожалуйста оставляйте вопросы не в личных сообщениях а под постом потому что вот на это я даже не могу кстати вы не можете отправлять сообщение данному пользователю вот я хотел ответить я не смогу а кто-то спрашивал мои контакты я написала но опять же бывает тоже строка что я не могу ответить вот пол дома северо-восток вообще закрыты соседской стеной нет ни окон не проемов глухо вот женщины в роду сильные тащат все на себе уже в третьем поколении мужчины слабы только что про это как раз рассказывал собственно это меня и натолкнуло на что нужно видео рассказать в санузле на западе висит зеркало смотрясь него смотрю на запад но смотрите во первых зеркало висит на в западном секторе что уже плохо плюс она еще висит не в сторону притока видео про зеркала есть на канале вот запад еще с расширением то есть запад уже поврежденный у нас там еще в санузле зеркало и она еще западную сторону зеркало большое еще 80 на 100 это очень большое зеркало но во первых его можно заклеить пленкой которая не будет вообще перекроет вам в цвет стены купить пленку и заклеить оставить в нем какое-то окошечко небольшое 40 на 40 чтобы вы могли на свое лицо утром посмотреть когда причесываетесь здесь я даже не буду назначать они тонировочную пленку к что говорят зеркало можно типа затонировать бронзовой ли синей пленкой это очень плохо работает я не люблю это назначать то есть если зеркало есть надо его убрать его можно заклеить чем-нибудь чтобы она перестала быть зеркалом вы сразу решить свои проблемы решить свою проблему но запад с расширением надо корректировать и я думаю что вашем случае надо корректировать все сектора оттока потому что скорее все там еще есть проблемы корректировать по формуле посмотрите мое видео коррекция секторов оттока она в двух частях и сделайте все сектора оттока потому что у вас на западе проблема и заезжает еще на северо-запад посмотрите коррекция северо-запада, там будет рассказываться как скорректировать санузел, который залезает вот так, тут у нас ничего такого больше, ну, собственно, не такое уж и длинное видео сегодня получилось сейчас я попробую опять выйти туда где вы должны мне оставлять свои сообщения как же он мне этот бусти странный вот я даже не могу свой последний пост увидеть то есть у меня скидывает на какой-то предыдущий, вот вот наш последний был пост, я на эти вопросы на все ответила, но вы накидали в каких-то опять непонятных местах сейчас я это видео обработаю выложу его, она будет вот здесь вот будет последним в ленте мотыляции самым свежим и под ним вы будете это, соответственно, будет это у нас четвертая часть а то будет называться часть 5 следующая, вы под ним мне накидывайте, пожалуйста, ваши вопросы и прикрепляйте вас к арту, вот, чтобы было мне наглядно понятно вот, надеюсь, мое видео было вам полезно а с вами был канал артвасту и до новых встреч и до новых встреч и до новых встреч Продолжение следует...